В течение дня 23 февраля на Кубани прошло около трёх тысяч мероприятий. Во всех городах и районах были организованы торжественные церемонии возложения цветов и венков к вечному огню. Памятное мемориальное мероприятие в честь Дня защитника Отечества состоялось и в Славянске на Кубани. Почтить память погибших защитников города и района пришли студенты, воспитанники Всероссийского военно-патриотического общественного движения ЮНАРМИЯ, правоохранители, казаки, представители общественных организаций, жители Славянского района. Во все времена не было ничего важнее, чем защита родной земли. Мы преклоняемся перед нашими дедами и прадедами, победившими в Великой Отечественной войне. Это история, которую нельзя переписать. Мы благодарим за мужество воинов, участников боевых действий. Об этом говорили на митинге в парке 40-летия Победы. Глава Славянского района Роман Синеговский сказал, что День защитника Отечества – это особенный для всех праздник. День защитника Отечества – особый праздник. Он объединяет всех, кому дороги семья и родина, спокойствия и благополучия страны и родного края. В этот день мы по праву честуем всех, для кого служение Родине стало призванием и делом чести. Кто уверен славным патриотическим традициям России, мы верим защитников России, надежных, решительных, преданных Родине и присяге. Их подвиги навсегда остаются в истории и памяти нашего народа. Дорогие земляки, в День воинской славы нашей страны я от всей души поздравляю вас с праздником. Желаю всем крепкого здоровья, мирного неба над головой, благополучия и всего самого-самого доброго. Собравшиеся почтили минутой молчания память тех, кто погиб в бою ради независимости Родины и чистого неба над нашими головами. После этого участники мероприятия возложили цветы к вечному огню и в аллее памяти. Эстафету памяти от ветеранов Великой Отечественной войны принимают и продолжают нести представители молодого поколения. Для них это большая честь и ответственность. Андрей Вишневский, Станислав Бурбыко, программа «События».